На сегодняшний день ситуация по санитарно-пенемиологической ситуации в городе Степногорске постепенно стабилизировалась. Я постепенно стабилизировалась. Я бы хотела вкратце осветить вопросы по вакцинации. Всего в городе Степногорске и в поселках подлежит вакцинации 35 139 человек. На сегодняшний день вакцинацию прошли первым компонентом порядка 23 700 человек. Это 67,4% от подлежащей вакцинации. В основном все работники государственных учреждений, это учреждения образования, учреждения здравоохранения, государственные служащие, в основном привиты на 80 и более процентов. Также высокий процент вакцинации на наших промышленных предприятиях. Это ОСПЗ порядка 90%, Горбодоканал, это наши предприятия Энергокомплекс, Энерготранзит. Данное предприятие прививка на данную прививку первой вакцины и второй составила более 80%. Есть проблемы у нас на сегодняшний день на крупной системе промышленных предприятий. Это ТОМАИлинг, у нас очень низкий процент вакцинации на данных предприятиях. И у нас есть проблемы с АОГМК Казахалтын. Тоже только 50% работников данных предприятий получили прививки. Поэтому, конечно же, мы обращаемся к работникам этих предприятий о необходимости получить прививку. Потому что уже на сегодняшний день, можно сказать, как бы в открытую, и можно сказать, это уже основываясь на официальных фактах, что на тех предприятиях и в организациях, где привито более 70% работников, практически контингент, люди, работники не заболевают. Вот если мы даже на примере нашего госучреждения Акимат, у нас процент прививки более 90%. У нас уже с последнего заболевшего в июне, с июня у нас в Акимате нет заболевших коронавирусной инфекцией. То есть это говорит о том, что эффективность от вакцинации достаточно высокая. На сегодняшний день хотел бы вам сказать, что с 1 января текущего года уже зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Причем мы сегодня констатировали, что есть заболевшие не только среди взрослого населения, но и среди детского населения и беременных. Это, конечно, очень тревожно и очень опасно для нашего населения. Продолжается активная кампания по вакцинации цифрового населения. При плане 35139 у нас уже вакцинировано, как сказала Гунас Маратовна, более 67%. Хочется отметить, что каких-либо поствакцинальных тяжелых осложнений у нас не зафиксировано. Это говорит о том, что качество поставляемых вакцин и процедура по их поставлению проходит все необходимые требования соблюдаются, и мы не отмечаем таких осложнений. На сегодняшний день мы также отмечаем уменьшение количества госпитализированных пациентов. Здесь необходимо отметить, что наконец-то у нас появился уже эффект от кампании вакцинации, которая активно началась с начала февраля месяца, когда были подвержены вакцинацию, как правило, медицинские работники, службы пожаротушения, полиции, военизированные и так далее, госслужащие. Большая часть населения, как вы сами знаете, вакцинировалась уже ближе к лету, и этот эффект, который мы ожидали, получения так называемого коллективного иммунитета, мы сейчас можем наблюдать, отмечается снижение заболеваемости по региону в целом. Но необходимо отметить, что все-таки те лица, которые не вакцинированы, те лица, которые боятся, не имея на это серьезных оснований вакцинироваться, конечно, необходимо пересмотреть свое отношение, при необходимости обратиться к нам, как к камни, как к проводителю, я проведу дополнительную беседу, разъяснение о том, что бояться вакцины нет необходимости, и, наоборот, нужно, как говорит семейная организация здравоохранения, проявиться первой же вакциной, которая появилась в вашем регионе, потому что если вакцина допущена к использованию, и допущена к тому, чтобы поставить ее человеку, значит, она работоспособна. На сегодняшний день в поликлинике мы прививаем тремя вакцинами, вакцина «Спутник», вакцина «Казвак» и вакцина «Вироселл». Все вакцины допущены, каких-либо осложнений мы не наблюдаем, поэтому просьба приходить в пункт вакцинации работы с 8 утра до 8 вечера непосредственно в поликлинике. Ждем вас на вакцинацию, уважаемые жители. На сегодня у нас зарегистрировано 2676 лабораторно подтвержденных случаев в школе 19. Пик заболеваемости у нас пришелся на июль-август месяца. Зарегистрировано колоссальное число заболевших. Это в июле 558 случаев и в августе 643. За 22 дня сентября текущего года у нас уже зафиксировано 410 случаев. Лабораторно подтвержденных COVID-19. У нас ухудшилась ситуация не только, так скажем, в общих цифрах, что больше число зарегистрировано случаев COVID, но и по тяжести болезни. В текущем году тяжесть болезни, критика, протекающая у пациентов с коронавирусной инфекцией, намного тяжелее. Если у нас в прошлом году на лиц с клиническими проявлениями про инфекции проходилось 50%, то в текущем году у нас уже лиц с явными проявлениями симптомов коронавирусной инфекции это 90%. То есть от 20% приходится на те, которые не имеют совсем симптомов. Так называемые симптомы вирусоносителей. Если мы в прошлом году говорили о том, что коронавирусная инфекция у нас поражает в основном возрастном круг населения, это, так скажем, превышающий 30-летний возраст, то в этом году у нас возрастной круг намного расширился. То есть у нас в круг пораженных коронавирусной инфекцией входят практически все возрастные группы, включая детское население. Причем дети у нас болеют в возрасте и месяц, и два месяца, и год, и три. То есть разновозрастной уровень пораженности заболеваемости у нас. К сожалению, и в этом году у нас, и в связи с тем, что у нас тяжесть болезни усложнилась, так утяжелилась, так скажем, значит, и исходы болезни у нас тоже изменились. Исход болезни стал неутешительными показателями. И с начала года у нас витальных исходах при пациентах, заболевших коронавирусной инфекцией, случилось уже 87 случаев. В прошлом году это было всего 37 случаев. Ну, приведу к примеру страшные цифры, что у нас только в июле было 30 летальных исходов. Я уже говорила, что на июль-август у нас пришелся пик заболеваемости. У нас, значит, осложнилась ситуация по детям именно в сентябре месяце. Это связано с тем, что открылся у нас, начался учебный год, значит, дети пошли он на школу, ну, увеличился, так скажем, контакт между детьми, между подогогами, между сотрудниками. Как бы вот это способствовало выявляемости и заражаемости детей. У нас вот получается, что в этом году, вот уже с сентября месяца, в 8 школах зарегистрировано случай коронавирусной инфекции. 8 школ. 8 школ. Это 7 школ, ой, 6 школ города, 1 школа в поселке Пистюле и в Карабулаке. Всего у нас, значит, зафиксировано, выявлено на домашний карантин было 34 класса. Ну, это тоже достаточно много, считая за 22 дня сентября. Это большая цифра. Вы знаете, что летом мы разворачивали стационар на 180 коек. Сейчас у нас стационар из нормы сегодняшнего дня на 60 коек. И 10 коек из них ПИД. Но это не говорит о том, что нужно расслабляться. Вольные лежат с клиникой тяжелого заболевания, с сопутствующими заболеваниями. В реанимационном отделении коронавирусной инфекции лежат пациенты, начиная от 60 до 80 лет и старше. Те пациенты, у которых имеются уже сопутствующие патологии. И, конечно, все заболевания, коронавирусная инфекция, у них протекает намного тяжелее. Также в отделении сейчас находятся трое детей. Один из них до года. Беременная женщина находится с коронавирусной инфекцией. Обращаются беременные. Некоторых беременных мы переводим для лечения в центральный инфекционный наш госпиталь, в город Кашитау. Там находятся и дети некоторые в тяжелую форму, и беременные женщины нашего Степногорского региона. Поэтому сейчас вышло новое постановление о том, что можно проводить домашние мероприятия, то и организовывать, расширяются авиасообщения, поездки. Но я хотела бы, чтобы все сохраняли бдительность и не забывали о том, что нужно соблюдать элементарные правила гигиенические. Это, как я всегда говорю, сохранение дистанции, мутье рук и ношение маски. Все эти правила, они эффективны. Даже если вы вакцинированы, вы обязательно должны эти правила сохранять. Согласно постановлению, разрешено проведение небольших мероприятий. Так как мы находимся в красной зоне Ахмольницкого область, город Степногорск, мы еще не вышли из красной зоны, это количество участников не более 30, или заполнение менее 50%, в том случае, что если у всех статус является зеленым, то есть это только будет проверяться по ошибку, и только граждане, имеющие зеленый статус, то есть статус привитый или переболевший в течение трех последних месяцев, имеют право на посещение данных мероприятий. Мероприятие мы начнем проводить с 1 октября, это у нас начинается месячник по милосердиям, то есть, конечно, небольшими такими группами. Поэтому, конечно, я обращаюсь сейчас к пенсионерам, очень многие спрашивают, что будет, как будет. Только в том случае мы сможем пригласить на мероприятие, конечно, с небольшим, сохранить соблюдение всех санитарных, но только в том случае, если статус будет зеленым. Вся так же мы получили письмо, в котором говорится о том, что действительно в этом направлении мы должны продолжать работать, что все предприятия, учреждения необходимо ставить у себя данную программу АШИХ, чтобы эта программа, если наши торговые центры, объекты будут строго соблюдать данное правило, то есть не допускать на свое предприятие людей не безопасным, то есть статус должен быть безопасным. Вот я об этом тоже бы хотела сказать, напомнить всем гражданам. Поэтому, конечно же, то, что человек имеет вакцину, это уже, это как бы государство делает все для того, чтобы поощрить данные граждане. Поэтому я еще раз обращаюсь к степногородцам, кто не получил вакцину, кто считает, уходит, именно считает, что ему это не обязательно сделать, все-таки это необходимо. Сейчас действительно будет государство создавать все условия для того, чтобы люди со статусом зеленый, с безопасным статусом могли уже свободно жить, свободно передвигаться, ну, с соблюдением всех необходимых санитарно-генетических норм. Жители думают, что если они получили вакцину, они могут ходить без масок. Можете разъяснить, в каком случае и когда мы будем ходить без масок. Для того, чтобы снизить ограничительные меры и перейти в обычный режим, нужно достичь коллективного иммунитета, то есть привить население не меньше 35 тысяч. Это наше степногорское регионы. Вот когда мы достигнем такой цифры, тогда мы можем смело говорить о том, что мы можем снять ограничительные мероприятия, что мы безопасны и можем жить в прежнем режиме, снять медицинские или тканевые маски. На сегодня ограничительные мероприятия пока сохраняются, они полностью не сняты, карантинные меры еще проводятся, и поэтому просьба соблюдать и масочный режим, и вакцинированным, и невакцинированным, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать гигиену рук. Это все меры, это комплекс санитарных противоэкадемических мероприятий по профилактике инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Это профилактика не только коронавирусной инфекции, это профилактика гриппа, профилактика острых респираторных вирусных инфекций. Вы знаете, что наступили холода в сентябре. Это сезон, эпид-сезон распространения именно воздушно-капельных инфекций, гриппа, корвиев. Поэтому лишнее использование медицинских масок, лишнее гигиены рук, соблюдение социального дистанцирования между людьми, ни в коем случае не ухудшит ситуацию, только поможет нам не заразиться другими инфекциями, предающимися воздушно-капельным путем. Алгоритм входа и выхода на карантин в классах. Потому что некоторые родители потом говорят, что трудно попасть педиатру, нужны справки, все семьи сдавать анализы. При регистрации случая заболевания в учебном заведении, например, в классе, в каком-то классе, значит, контактные дети выводятся из этого класса на домашний карантин, на домашний заведение с момента последнего контакта с больным. Например, был контакт 1 сентября, а он, например, заболел 3 сентября. Значит, дети выводят с момента днем последнего контакта на 14 дней. В период нахождения домашнего карантина данные люди контактные, они подлежат обследованию ПЦР-методом на COVID. Это согласно документам постановления главного государственного врача. Только данные люди, бывшие в близком контакте. Не подлежат обследованию в каком случае родителей этого ребенка, который сидит на карантине дома. Только сам ребенок. Или, например, если это взрослый человек, взрослый в коллективе организован, значит, взрослый человек. Контактные только. При выходе из карантина... То есть не контактные, контактные. Потому что вот у меня тоже задают вопрос, он говорит, вот у меня ребенок заболел, у него взяли ПЦР, почему мы нас не берут? Это уже второе. То есть прямой контакт. Только те, которые принимают участие, в прямом контакте. У меня тоже был участник задает вопрос, почему у нас не берут ПЦР? При выходе из карантина требуется осмотр врачом лиц бывших в контакте. Это тоже все уговорено в постановлении. И доктор допускает или снимает этот карантин. То есть по состоянию пациента. Да, спасибо, хороший вопрос. Уважаемые жители, особенно те, у которых испанники и дети, сейчас находятся в организованных коллективах, то есть школы и садики. В случае, если заканчивается карантин, период карантина, и класс выходит на плановое обучение, то сейчас мы создали условие. Доктор выезжает утром непосредственно в школу, проводит на месте осмотр детей, которые поступают в школу. В случае, если у ребенка нет проявления температуры, катеральных явлений, проявления вирусной инфекции, дается справка, ребенок допускается для продолжения обучения в школе. Он полностью класс, да? Да. Если ваш ребенок, без разницы, находился он на изоляции, как контактный ребенок, или просто пришел со школы и начал температурить, не нужно утром ребенка вести снова в организованный коллектив. Не нужно допускать ребенка дальше в класс. Почему? Уважаемые коллеги, уважаемые жители, потому что мы с вами понимаем, что, допустим, я как родитель, понимаю, что если кто-то из родителей привел своего ребенка температурой в класс, он подверг весь класс заражению. Соответственно, у меня как у родителей может стать вопрос, почему ребенок, во-первых, был допущен, почему родители осознанно его привели, и то есть допустили заражение всего класса. Не дай бог потом, после этого, какой-то из наших родственников может погибнуть. Здесь уже встает вопрос уголовной ответственности, как целенаправленное заражение всего класса организованного коллектива. Это очень важно. Мы с вами живем в правом государстве, и нужно понимать меры ответственности. Есть средства, которые могут спасти жизнь. И я думаю, что я сейчас обращаюсь ко всем нашим пенсионерам. Уважаемые люди старшего поколения, весь мир начал вакцинаться с людей старшего поколения. Люди старшего поколения должны вакцинироваться. Нет такого противопоказания на вакцину, как возраст нет. Возраст не является противопоказанием вакцины. Возраст также, какие-либо болезни не является. То есть на сегодняшний день явных каких-то противопоказаний на вакцины нет. Наоборот, тот человек, которого сахарный диабет, есть проблемы с дыхательными, проблемы есть с сердечно-сосудистыми, вот эти сосудистые, эти граждане должны приваться. В первую очередь, в первую очередь, потому что течение болезни у данных граждан проходит тяжелее. И они подвержены больше, подвержены опасности, значит, более тяжелого или смертельного исхода болезни. Поэтому, вот мы уже, еще 11 тысяч человек, нам необходимо вакцинировать. Это большое количество, это порядка 6 тысяч пенсионеров, это домохозяйки, это самозанятые. Осталась та категория населения, это неорганизованная категория населения. А вы ездите в такси, у нас не получили вакцину наши таксисты, работники и драйверов. У нас практически все работники торговли, у нас 90%, практически все продавцы у нас вакцинированы, рынок у нас вакцинирован на 80%. То есть оттуда опасности нет. У нас опасность, это сейчас, на сегодняшний день, плохо вакцинируется, наши люди, старшего поколения, особенно в поселках. А здесь нужно все-таки детям объяснять. А здесь часто получается, что человек взрослый говорит, да я пойду вакцинироваться, а его дети отбывали. Говорят, нет, у меня мама не пойдет, это опасно. Опасно будет, когда ваша мама, папа заболеет. Вот это будет опасно. Поэтому еще раз просьба, еще работы предстоит много. Мы надеялись, что до конца сентября вакцинация населения города Степногорска завершится, но ситуация еще достаточно нестабильна, как вам посетили мои коллеги. Поэтому еще раз привыкнуваю вас всех получить вакцину. Прививочный пункт у нас работает в городской больнице, в отдельно стоящем здании. Работает ежедневно. С 8 утра до 8 вечера вы можете пойти, получить прививку от коронавирусной инфекции. Спасибо всем за внимание. Благодарю, благодарю участникам Дэйфинга.